Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белышева. А не спешит и нас хоронить. Журналист Аркадий Бабченко вышел к прессе с собственной персоной. Кто и зачем инсценировал его убийство? Кабмин по-взрослому. Зачем на заседание правительства привели детей? Грибовицкое правосудие. Почему через два года после гибели людей на львовской свалке виновные не наказаны? Преступление и наказание. Заключенные колонии в Днепропетровской области заявляют о нечеловеческих условиях содержания. Так ли это? Почти сутки его считали погибшим. Три выстрела в спину на пороге собственной квартиры на самом деле оказались в спецоперации СБУ. Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко жив. Организатор покушения, который готов был заплатить 30 тысяч долларов за его жизнь, уже задержан. Я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось пережить и за то, через что вам всем пришлось пройти. Эта операция готовилась два месяца. Ко мне пришли месяц назад. Люди сказали, что, значит, есть на тебя заказ, уже переданы деньги. Сказали, значит, документы, мои паспортные данные, мои документы, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте, когда я ее делал. Стало понятно, что информация идет из России, стало понятно, что информация идет из, видимо, государственных служб. В детали этой спецоперации были посвящены единицы. Друзья журналистов до последнего не знали, что Аркадий Бабченко жив. Полночи они провели у подъезда многоэтажки, где он снимал квартиру. Была там и наша Ксения Бравиенко. Это первая фотография с места трагедии. Она появляется в сети через несколько минут после убийства. Ни у кого нет сомнения на фото убитый журналист Аркадий Бабченко. Три выстрела в спину, возле тела несколько 9-миллиметровых гильз. Об этом говорят в полиции. И сразу же называют версию. Мотивация нам заявлена. Мы считаем, что причина этого злочин, криса, профессиональной деятельности потерпела. А тем временем друзья несут к дому Бабченко цветы и уже знают, кто заказал убийство. И рассказывают все известные им детали. Убили уже внутри квартиры. То есть, посмотрите, он был в квартире и открыл дверь? Нет, он возвращался. То есть возвращался, он вошел. Это опять мои догадки. Он вошел в квартиру, да? Он зашел в квартиру. Политическое убийство. Заказали заказчики его. Может быть, мы не можем назвать их по именам, но хотя на самом деле одно имя мы точно можем назвать, это Путин. Он человек, который находится в зоне риска. И сейчас просто нужно понимать, кто следующий из нас. Вот и все. Нужно быть очень внимательным к тем журналистам, которые переехали сюда по причине травли и серьезной ситуации в России. С утра Бабченко публикует пост на своей странице в Фейсбуке о том, что 29 мая, его второй день рождения, рассказывает о трагедии четырехлетней давности, когда на окраине Славянска разбился вертолет нацгвардии. Бабченко должен был лететь на нем, но из-за нехватки мест не попал на борт и остался жив. А через 9 часов появляется информация, что его убили. Я думаю, что это не последнее такое убийство. Я думаю, что одним из следующих буду я. Это не паника никакая, это просто по логике событий. А полиция в это время публикует фоторобот нападавшего и заявляет, что изымает видео с камер наблюдения. Ксения Барвиненко, Богдан Савруцкий. Подробности. Телеканал Интер. Сразу после новости о гибели Бабченко появилась реакция Москвы. Там призывали украинские власти приложить все усилия для объективного расследования. А Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Сообщение о гибели Бабченко сразу же вызвало целый шквал заявлений мировых лидеров и авторитетных международных организаций. Реакция у всех была одна. Осуждение, возмущение и шок. Спецоперацию никто не заподозрил. В мире в один голос призвали к объективному и тщательному расследованию. В посольстве США подчеркнули, что виновные должны быть наказаны. О том же заявили и в Брюсселе. И напомнили, Бабченко пришлось уехать из России из-за угроз, связанных с его журналистской деятельностью. С гневным заявлением выступил и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. Отметил, что Европа должна делать больше, дабы прекратить нападение на журналистов. Призвать к ответственности не только исполнителя, но и заказчиков требует комиссар по правам Человека Совета Европы Дуня Миятович. Она сказала, что глубоко огорчена произошедшим. О резонансном преступлении говорили также президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер, премьер Британии Борис Джонсон, президент Пассе Микеле Николетти, представители ООН и ОБСЕ. Трагедия в Киеве в заголовках мировых СМИ. Об Аркадии Бабченко написали Guardian Independent CNN. Почему же украинские силовики почти сутки молчали, несмотря на такой мощный резонанс? Чего они добились в результате этой спецоперации? Ответы на эти вопросы в материале Ирины Баглай. Первым делом на пресс-конференции глава СБУ называет заказчика убийства Аркадия Бабченко. Вбивство российского журналиста Аркадия Бабченко замовили саме российские спецслужбы. Принайменно такие данные есть на сегодня у службы безопасности Украины. Для выполнения заказа, по данным силовиков, в Украине был завербован гражданин Ге. Его заданием было нанять киллера. На выполнение задания российских спецслужб гражданин Ге запропонувал своему знакомому с числа колишних аточников за грошу вынаграду в 30 тысяч долларов США сделать террористический акт вбивства российского журналиста Аркадия Бабченко. До последнего глава СБУ не сообщает, что убийство было инсценировкой. Но у журналистов недоумение, когда на экране демонстрируют видеодоказательства. Посредник передает деньги исполнителю. Как оказалось, бывший аточник сотрудничал со следствием, а убийство оказалось инсценировкой. Операция силовиков длилась два месяца. Заказчики торопили своего агента, как рассказал Аркадий, приходилось искусственно оттягивать момент. На исполнение этого заказа дали три недели. И потом начали подгонять. И подгоняли все-таки, видимо, к Лиге чемпионов. Приходилось там как-то увиливать. Все это должно было быть не вчера. То, что вчера это произошло, это просто так совпало. Спецоперация была проведена максимально секретно. И до тех пор, пока не задержали посредника о том, что Бабченко жив, молчали. Целью убийц был не только Бабченко, но и другие российские граждане, вынужденно покинувшие свою родину. На самом деле, это относится, естественно, журналистов, громадских деятелей, публицистов, которые, как я уже сказал, публично критикуют российскую владу. Также силовикам удалось предотвратить масштабные теракты, сообщил Грецак. Посредник получил задания и деньги на закупку оружия и боеприпасов. Как генеральный прокурор Украины, который подписывал постанову про створение соответствующих подразделений, правоохранных органов в этой справе, несколько месяцев тому, это не правда, что в Украине не раскрываются теракты. Ни это не правда, что Украина стала местом, где Россия может безкарно проводить теракты. Ирина Баглай, Богдан Савруцкий, подробности, телеканал Интер. Спасибо, что живой с самого утра к телеканалу, где работал Бабченко, киевляне приносили цветы, перевязанные черной лентой. Но в один миг скорбь сменилась ликованием. Коллеги и друзья Аркадия Бабченко не могли сдержать эмоции и поздравляли журналиста уже с третьим его днем рождения. Я очень-очень рада, сейчас немного в шоке. Мы надеялись, что оно не так, потому что были некоторые там вопросы, но все равно сердце замерло. Ну, представляете, у нас вчера мы похоронили друга, мы сегодня ему цвету возлагали, а сейчас уже, блин, мы вчера пили с несчастья и сегодня пьем с счастьем. Это невероятно. Я просто отслеживала работу Бабченко еще, скажем так, достаточно давно. Он должен жить. Дискуссия об Украине в заголовках новостей. Мировые СМИ обсуждают сегодня итоги заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в нашей стране, и громкие заявления, которые там прозвучали, о главных выводах из штаб-квартиры организации Дмитрия Новченко. С самого начала было понятно, разговор предстоит непростой. Ведь поднимут не только тему Донбасса и Крыма, но и причастности России к крушению рейса MH17. Представитель Москвы в ответ ведь тоже явно не смолчит. Но ждали не только жаркой дискуссии, но и конкретики. Показать результат важно для Польши, которая сейчас председательствует Совбезе, и очень хотела бы продемонстрировать конкретные достижения, когда придет время передавать пост. Польский план усилить вовлеченность ООН в урегулирование конфликта на Донбассе и, в принципе, в события в Украине. Простой пример. Когда Соединенные Штаты назначили своего спецпредставителя по Украине, Курта Волкера, то в Госдепе появился человек, который досконально знает ситуацию на Донбассе, к которому можно оперативно напрямую обратиться в случае обострения, для которого урегулирование – это вопрос личной ответственности и личной репутации. И вот по аналогии Польша теперь предлагает назначить спецпредставителя ООН по Украине, человека, который курировал бы украинские вопросы в этом огромном здании и отвечал за подготовку миротворческой миссии для Донбасса. В дипломатических кругах нам пояснили, мол, у Варшавы есть и свое видение по кандидатурам, но фамилии пока не называются. Важно решить вопрос принципиально. И тут придется продавливать решение через Совбез, где, как признался польский министр, помехой снова может стать позиция Москвы. Это решение должен утвердить Совет Безопасности. Некоторые его члены обладают правом ВЕТА, поэтому мы знаем, что определенные страны могут быть против. Но поскольку мы услышали от российского представителя, что его страна готова выполнять минские договоренности, то, может быть, логично вынести это предложение на голосование? Сопротивление России прогнозирует и Павел Климкин. Говорит, в этом зале никто уже и не ждет конструктива от Москвы. Но международное давление в итоге даст свои результаты. Россия в абсолютном одиночестве, произнося все эти привычные месседжи, как и в случае, когда мы голосовали за создание международного трибунала по сбитому малайзийскому Боингу российским Буком, и практически все говорили сегодня об ответственности России. Тема сбитого лайнера действительно возникла на Совбезе. Заявления тех же голландцев были очень жесткими и однозначными в том, кого они считают виновником трагедии. Формального решения по итогам заседания Совбеза не принимали, оно и не планировалось. Для Украины и Польши, которые действуют здесь совместно, тандемом важнее было другое. Подтолкнуть страны мира к тому, чтобы все публично, открыто высказали свою позицию. По Крыму, Донбассу, по гибели MH17. И это само по себе инструмент давления. Принуждение к уступкам и переговорам. Но планы еще более амбициозные. В кулуарах много разговоров. Дескать, пора восточной Европе получить и своего генсека организации. Ведь тут есть традиция, когда глава ООН по очереди представляет разные регионы. И Польша уже публично озвучила это предложение. И штаб-квартира ООН. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер. Специалисты Госбюро военной юстиции могут привлекаться в ходе проведения миротворческих операций. Об этом сегодня в Харькове говорили военные юристы. Законопроект о создании новой структуры в Верховной Раде уже зарегистрирован. Планируется, что бюро займется расследованием военных преступлений, контролем за госзакупками и реабилитацией военных. А в случае введения голубых касок специалисты Госбюро смогут быть посредниками между миротворцами и украинцами, проживающими на оккупированных территориях. Специфика заключается в том, что миротворческий контингент, все его участники будут руководствоваться своим национальным законодательством, так и визначено статутом ООН. Наявность украинского правоохранителя будет этим буфером, мы так планируем, будет этим буфером между миротворческим контингентом и всем населением, для того, чтобы найменш безболезно интегрувать и ввести в процесс налагоджения нормального суспільного и цивильного життя. Четыре украинских бойца были ранены за минувшие сутки на Донбассе. Боевики открывали огонь 36 раз, в том числе и из тяжелых орудий. В Луганской области ввели обстрелы в районе Новотошковского, в Донецкой били по Зайцеву, Певденному, Авдеевке, Марненке и Широкину. По данным украинской разведки, потери противника – это трое убитых и трое раненых. Украинские женщины требуют принять госпрограмму преодоления демографического кризиса и стимулирования рождаемости. Многотетные мамы, лидеры общественных организаций, эксперты сегодня собрали совет матерей и провели его именно на Донбассе, где проблем сейчас больше всего. Что обсуждали, узнаем от наших корреспондентов. Лирика Нины Матвиенко – полный зал женщин, общенациональный форум Совета Матери Украины. Они собрались из разных уголков страны, чтобы решить наболевшие проблемы социальной защиты детей. Отменили выплаты по уходу за ребенком до трех лет. На сегодняшний день их не существует. Отменили градацию выплаты первого, второго, третьего ребенка. Елена из Одессы, мать-героиня, воспитывает 8 детей. Самому маленькому 4 года, старшему 21. Елена не понаслышке знает, как сложно сейчас прокормить и выучить каждого ребенка. Много социальных гарантий для многодетных семей упразднили. Когда была помощь многодетным семьям, например, 5 и более детей, семья могла, чтобы дети бесплатно получали любой уровень образования. На сегодняшний момент этого нет. Форум матерей состоялся в Севердонецке. От правительства активистки требуют принятие государственной программы для преодоления демографического кризиса и стимулирования рождаемости. А также предусмотреть статью в бюджете 2019 года с реальным повышением выплат при рождении ребенка. Это вернуть сегодня выплаты при рождении ребенка для всей нашей страны, для детей всей Украины. Это вернуть сегодня выплаты до трех лет ребенку и провести нормальную адекватную индексацию. Восстановление льгот многодетным матерям, увеличение выплат при рождении ребенка, «Социальная защита детей-переселенцев и детей, проживающих в условиях войны на Донбассе». Это основные требования матерей Украины. Нардепы, которые участвовали в этом собрании, уверяют, все претензии женщин рассмотрят в парламентском комитете по вопросам социальной политики. Мы фактически создаем совет простых женщин при комитете. И я уверен, что именно таким путем мы должны идти. Сегодня время перестать обсуждать проблемы. Сегодня время решать проблемы. Константин Редин, Леонид Аборин. Подробности, телеканал Интер. С 1 сентября на каждого новорожденного будут выдавать специальный бэйби-бокс. Там родители найдут все необходимое для первых дней жизни ребенка. Эти инициативы Кабмин анонсировал в канон Всемирного дня защиты детей. Какие еще новшества приготовили, узнаем от Александра Васильченко. Пеленки, распашонки, игрушки, подгузники и каши. Бэйби-бокс или в украинской версии пакет малыша будет включать самое необходимое для первых месяцев жизни ребенка. Это международная практика, теперь ее внедряют и в Украине, отметил Владимир Гройсман. Заседание Кабмина, посвященное Дню защиты детей, министр провели вместе с юными украинцами. Это будет достаточно качественный бокс с качественным наполнением. И это традиция в многих заходных странах. И сегодня эту традицию мы запровадживаем, и именно наш уряд, для поддержки народженности. То есть сотни тысяч украинских родин, у которых народжаются дети, получают такую дополнительную поддержку. Выдавать роженицам пакет малыша начнут уже с первого сентября. Стоимость одного комплекта – пять тысяч гривен. Все закупки будут открытыми и проходить через систему Прозора. В этом году на бэйби-боксы правительство планирует выделить полмиллиарда гривен. Следует отметить, что этот комплект речей будет додаваться дополнительно до уже существующих грешевых выплат при родине ребенка. Почему это важно? Потому что этот пакет – это и по всем европейским краям. Также правительство будет поддерживать мам, которые вместо декретного отпуска пойдут на работу. Государство частично возьмет на себя финансовые обязательства оплачивать работу нянь в таких семьях. И вводим такое понятие, как муниципальный нянь. То есть тогда, когда вы. Это будет работать с 1 сентября. Но в вересне это уже найдет свои отображения в проекте бюджета 2019 года. Когда вы начнете, наймаете няню для договора со своей дитинкой, мы будем вам компенсировать. На данный момент это приблизительно более полторы тысячи гривен каждого месяца заработной платы. Говорили министры о защите прав детей. К слову, только за последние четыре месяца украинцы выплатили полтора миллиарда гривен по алиментам. Понад 120 тысяч украинских граждан получили жесткие санкции и обмежения. Близько 200 тысяч украинских граждан, которые безответственны, находятся в публичном реестре. 10 тысяч таких горы-батьков оголошены в розшук. И близко 16 тысяч таких горы-батьков будут обязаны работать на суспольно-корисных работах. На заседании рассмотрели и вопрос цены на газ для населения. Она пока останется неизменной. За голубое топливо украинцы будут платить почти 7 тысяч гривен за тысячу кубометров. По крайней мере еще два месяца до конца июля. Александр Васильченко, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. 46 миллионов долларов премии решили выплатить себе чиновники Нафтогаза. Деньги эти разделят между руководством и еще несколькими сотрудниками. Все они якобы помогли выиграть судебный спор с «Газпромом» в стокгольмском арбитраже. Что думают о таком вознаграждении эксперты отрасли, мои коллеги поинтересовались у них. Нафтогаз после полудня уже официально подтвердил ранее просочившуюся информацию о выплате премии. Наблюдательный совет решил выплатить 1% от выигранной суммы в 46 миллиардов долларов по претензии к контракту с российским «Газпромом» в стокгольмском арбитраже. А это 46 миллионов долларов, то есть более миллиарда гривен. Деньги должен получить 41 сотрудник компании. Интернет-сообщество буквально взорвалось от этой новости, ведь в стране идет война. Эксперты считают, выплату таких бонусов в настоящий момент невозможной. На фоне экономической кризи, которой Украина не может ніяк выйти, выплата таких премий за уявные достижения, на мой взгляд, неэтичной, просто плевком в обличчя тем нашим хлопцям, которые не только выполняют свои обязательства, но и жертвуют своим жизнением. На сходе Украины, в частности. В то время, как премьер-министр Владимир Гройсман заявил о недопустимости сейчас повышать цены на газ для населения, неизвестно откуда брать деньги на выплаты чиновникам «Нафтогаза». Ведь ни одной копейки после выигрыша спора в Украину еще не поступило. Я думаю, что господин Гройсман как минимум не будет подписывать финплан нефтегаза Украины, что он уже не сделал в марте текущего года. Очевидно, будет препятствовать такого рода решениям. Это будет совершенно справедливо и разумно с точки зрения общественных интересов. Судебный спор в конце февраля выиграла для «Нафтогаза» норвежская юридическая компания. Это обошлось в 25 миллионов евро, что дает право экспертам усомниться в прямом участии чиновников «Нафтогаза» в разбирательстве с «Газпромом». Само решение сейчас оспорено российской компанией и направлено на апелляцию. Тем временем, по информации СМИ, выплаты премий в украинском газовом монополисте уже готовятся. Глава правления НАК «Нафтогаз» тем временем отчитался президенту о том, что Украина начала процедуру взыскания долга с российского «Газпрома». Во время встречи с главой государства Андрей Коболев заявил, что он не сомневается в том, что Россия попытается обжаловать это решение с токгунского арбитража, и Украина к этому готова. Я знаю, что эти процессы уже начались в Швейцарии, в Англии. В Нидерландах моя четкая указка, чтобы мы не остановились на этих трех странах, чтобы на сегодняшний день мы доклали максимум засиль для того, чтобы обеспечить выполнение отходления выигранных денег до Украины. И вторая позиция, чтобы говорила и про активы. Швейцарские власти арестовали активы компании-разработчика «Северного потока-2» по решению суда в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Об этом заявили в руководстве компании «Нордстрим-2». Как сообщают в пресс-службе «Нафтогаза», это часть процедуры взыскания с «Газпрома» 2,6 млрд долларов долга. НАБУ приступило к расследованию земельных операций Вадима Рабиновича. Об этом сегодня сообщил нардеп Сергей Каплин. Какие новые доказательства появились в деле одиносного политика, подробнее в нашем материале. Муж без жены, что гусь без воды. Супруга Вадима Рабиновича в очередной раз выручает его, когда возникают финансовые проблемы. Нардеп Сергей Каплин утверждает, она получила от российского бизнесмена Павла Фукса гарантийный платеж в размере 22 млн грн за землю, которая стоит в 18 раз дешевле. А затем одолжила эти деньги мужу. Информацию о земельных махинациях супругов Сергей Каплин отправил в Национальное антикоррупционное бюро и сегодня получил ответ. Детективы привлекли этот эпизод к делу одиозного политика. Мы направили доказательства в НАБУ. НАБУ приобщило эти отдельные фрагменты к делу Рабиновича. Суть очень простая. Нужно было каким-то образом отмыть незаконно полученные из-за границы средства на свою политическую деятельность. В том числе на проплаченные митинги, в том числе на проплаченные ролики и целые передачи на украинских телеканалах. Они поступили как настоящие аферисты. Это та самая земля в Иванково, Киевской области, которую так успешно продала его жена. Возможно, прибыль от этой сделки частично обеспечила Рабиновичу и аренду виллы под Киевом за 10 тысяч долларов в месяц, и отдых на одном из самых дорогих курортов Израиля, и многомиллионное путешествие на яхтах из частных самолетах. Но вот все это и не только политик забыл указать в своей декларации. СМИ уже неоднократно писали о роскошной жизни бедного украинского депутата. Но вот ответить откуда деньги должны детективы? Правоохранительные органы расследуют уже пять уголовных дел, заведенных против Рабиновича. Сергей Каплин также напомнил, что избежать наказания Нардеп может с помощью своего израильского паспорта. Еще в прошлом году журналисты узнали, что у политика двойное гражданство, что запрещено Конституции Украины. По информации Нардепов, уже через несколько месяцев все эти факты генпрокуратура представит в парламенте. Что грозит Рабиновичу потерей и депутатского мандата, и украинского гражданства. Бостон, Лондон, и вот теперь Киев. В столице Украины прошел третий международный саммит о дезинформации. Мисс Инфокон. Организаторы мероприятия – журналистская организация, Хакхакерс и Совет международных научных исследований и обменов. Участники этой конференции обсуждали проблему искаженных новостей, в частности в Восточной Европе, и пытались найти решение. По словам организаторов, дезинформация мешает людям понимать окружающий мир и угрожает демократическим процессам во всех странах. Есть несколько важных аспектов. Первый – это журналисты, которые производят качественный контент. Второй – граждане, которые должны быть вооружены навыками правильной интерпретации этого контента. И, конечно же, люди должны иметь свободу выражения. Таким образом, эта конференция объединила людей из разных сфер, и они обсуждали эти проблемы. Вопрос о дезинформации или фейковых новостях, как это называют некоторые люди, это то, что распространено во всем мире. Я думаю, что ваша страна, Украина, к сожалению, может быть подвержена риску из-за того, что выбор уже в следующем году. Я настоятельно рекомендую создать независимое пользовательское сообщество, которое будет активно участвовать в обсуждении новостей. Это очень важно. Не только потому, что это создаст некое напряжение для человека, который увидит эту новость на Фейсбуке, и он подумает, что, возможно, стоит дважды проверить, потому что эта новость помечена пользователями. Но это также создаст общую атмосферу. Все будут активно участвовать в защите демократического процесса. Это не будет некая проверка фактов людьми, сидящими в Индии, которых нанял Фейсбук, которые проверяют по тысячу страниц в день и решают, что вы можете читать и писать, а что нет. Это совершенно неправильно. Это будет сообщество страны, которая ее защитит. Все украинцы будут защищать украинскую демократию, участвуя в выборах и определяя, с чем они не согласны. Как обеспечивается национальная безопасность и как произошло крушение Боинга на Донбассе? Обо всем этом сегодня в Умане студенты смогли расспросить лидера движения «Справедливость» бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко. О чем еще говорили в нашем материале? С утра в Уманском университете садоводства, как обычно, лекции. После студенты отправились на встречу с лидером движения «Справедливость» Валентином Наливайченко. Говорили о национальной безопасности Украины и результатах расследования сбитого малазийского Боинга. Наливайченко называет это терактом и призывает привлечь к ответственности виновных. Это произошло 17 сентября и теракт был совершен российским воинским экипажем, который был присылан российским командованием страны Агрессора, через незаконно перетнувший украинско-российский кордон в Донецкую область. Я и дальше сам продолжу и вас закликаю точно в соцмережах и всюди поддерживать наиболее, как наиболее, створение в Нидерландах специального суда. Когда накажут виновных, главный вопрос, который задавали студенты после встречи. Лекцию слушали внимательно, ведь это расследование знаковое для Украины. Побывал политики на тепличном комбинате. Его сотрудники зарабатывают здесь в среднем 10 тысяч гривен за сезон. Для Умани деньги немалые, поэтому люди своими рабочими местами дорожат. Зимой у нас перерыв невеликый, меньше работы. А влитку заработка достойная, гидная, высокая заработка. Для Умани это одно из самых лучших предприятий. Не для Умани, а для Украины. В прошлом году в местный бюджет комбинат перечислил 28,5 миллионов гривен налогов. Валентин Наливайченко уверен, экономика страны напрямую зависит от успешных предприятий. А чтобы они могли развиваться, нужна поддержка государства. Мы видим, что европейские условия имеют сертификаты европейские. Настал час, чтобы украинская влада поддержала производителей контрактами, пильговыми условиями оподаткования, логистичными преференциями, для того, чтобы сбывать эту продукцию было выгоднее украинским предприятиям. Создавая комфортные условия для развития, украинские производители могут спокойно конкурировать с европейскими. А значит, получать прибыль и обеспечивать украинцев рабочими местами. Екатерина Срывкова, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер. Черкасская область. Пенсии должно хватать и на лекарства, и на коммуналку. Так считают в радикальной партии. Лидер этой полицилы побывал сегодня в центре для пенсионеров в Мариуполе. Он призвал власть пересчитать выплаты и снизить цены на газ. Украине нужно возрождать промышленность и заботиться о подготовке специалистов. Так считает лидер оппозиционного блока. Сегодня Юрий Бойко встретился с работниками предприятия «Механик» в Каменец-Подольском. О чем говорили с сотрудниками завода и что их волнует, подробнее в материале. Небольшое предприятие «Механик» на окраине Каменец-Подольского. Это уникальный в своем роде цех по производству деревообрабатывающих инструментов. Здесь также выпускают запчасти для авиации и оборонительного вооружения. Работают профессионалы. Но уже через год второй работа здесь будет некому, говорят, на предприятии. Не хватает квалифицированных кадров. В основном производством занимаются люди преклонного возраста. А молодежи нет. Как быть дальше и не исчезнет ли предприятие в ближайшее время? Своими проблемами сотрудники поделились с лидером оппозиционного блока Юрием Бойко. Работающий пенсионер, можно поднять руки? Вот кто на пенсии работает? 80%. Молодежь, если раньше было так, что приходило 10 молодых людей, оставалось трое, потом один. А сейчас вообще никто не приходит. Более того, предприятию не хватает рынков сбыта. Рассказывает, раньше товары экспортировали в основном в Россию. Сейчас заказов меньше. Назовите ваше видение рынков для Украины. Лично вами. Какие рынки сбыта? Мир не придумал других рецептов для поддержки собственного производителя. Как? Первое. Снижение налогов для производителя. Снижение тарифов. Создание государственных программ целевых. И выделение драйверов или локомотивов экономики. И, естественно, защита собственного рынка. Не стесняясь, люди один за другим задавали волнующие каждого вопросы. Повышение цен на продукты, заоблачные коммунальные тарифы, избирательное законодательство. Говорили и о ситуации на Донбассе. Юрий Бойко делится планами. Мы настоим, чтобы были введены немедленно миротворцы на линию разграничения. Дальше мы идем по минским соглашениям. Принимаем закон об особом статусе на три года для восстановления инфраструктуры. Отводится вооружение. Закон об амнистии для тех, кто не убивал, а просто оказался на этой территории. И дальше проведение выборов для того, чтобы избрать там власть, которая уже будет легитимна. В Каменец-Подольском Юрий Бойко также посетил кафедральный собор Александра Невского. И вместе с прихожанами помолился о мире и процветании Украины. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Хмельницкая область. Два года прошло с момента трагедии на Грибовицком мусорном полигоне. Тогда во время тушения пожара на свалке погибли три спасателя. Работника коммунального предприятия объявили пропавшим без вести. Что изменилось с того времени и нашли ли виновных узнаем от Галины Якушко. Каждый дед питается, а что мама только приходит за тобой в садочек? А где тату твой? А она говорит, что тату на небе. Тата нет, тату не мог его делать, а тату загинал. Не померли. Богдан Юнко, Андрей Ненкевич и Юрий Рудой погибли 30 мая 2016-го во время тушения пожара на Грибовицком полигоне. Возгорания там случались часто, но таких масштабных до этого не было. Огонь тушили два дня. Пожарные заливали мусор водой, когда гора его рухнула и накрыла трех спасателей и эколога. Тело последнего так и не нашли. Мы не научились жить без тата, потому что его дух завжди с нами и мы чувствуем его присутствие. Поэтому детям, конечно, сложно. Важно видеть на улице семью полностью. Возможными виновными тогда назвали начальника предприятия, которое обслуживало полигон, его замы и непосредственного директора свалки. Куприча, Горбаля и Влащенко обвиняют в служебной халатности, из-за которой погибли три человека. Подозрения вручили начальнику департамента ЖКХ Юрию Гольцу. Судебные заседания продолжаются до сих пор. Суд не использует свидетельств, которые не появляются никаких заходов процессуального примусства. В связи с этим, дело оттягивается. Есть подозрение, что, возможно, это сделается для того, чтобы закрыть криминальное проведение по срокам. И особи, фактически, не понесли этой ответственности, которую они имеют внести. После трагедии свалку закрыли. Львов погряз в мусорных завалах. Отходы начали путешествовать по всей Украине. Мусоровозы добрались даже до Днепра, Одессы и Киева. Все, чем могут похвалиться городские чиновники сейчас, так это строительством дамбы возле свалки и реконструкцией фильтрационной станции. Спустя почти два года, наконец, нашли участок под новый мусороперерабатывающий завод. Это кредитные деньги. Пройти экспортизацию этого проекта. И потом есть БРР за своими правилами, поскольку они кредитуют бюджетную инвестицию этого комплекса. Будут проводить международный тендер на вызначение того, кто будет посещать обладание и обладать. Завод должен появиться на окраине Львова. Его строительство обещают начать в конце года, а закончить через два. Вот только уже в 2019 городским властям вернется обязанность по вывозу мусора из города, которая сейчас возложена на обл. администрацию. И не исключено, что тогда начнется новая эпопея с львовскими отходами. Галина Якушки, Юрий Голубенко. Подробности Телегонал Интер. Львов. 38 украинцев, пострадавших в результате аварии в Будапеште, сегодня ночью вернулись домой. 8 человек все еще остаются в венгерских больницах. Трагедия, это я напомню, произошла по дороге в аэропорт Форенцилиста. Двухэтажный автобус врезался в металлическую конструкцию, которая ограничивает высоту транспорта. Верхнюю часть снесло полностью. 28 пассажиров получили травмы, их доставили в больницу, оказали помощь и отпустили. По уточненной информации, туристы возвращались из Вены, где они были на экскурсии. Почему водитель автобуса не обратил внимания на предупреждающий знак, сейчас выясняют венгерские правоохранители. Он находится под стражей. И экспертиза показала, что мужчина был трезв. И буквально только что с Аркадием Бабченко встретился президент Украины. Петр Порошенко заявил, что эта операция помогла предотвратить более масштабный теракт, который спецслужбы Российской Федерации готовили на территории Украины. Он поблагодарил правоохранителей за четкую и слаженную работу. Атака на журналиста, атака, которая организована с территории Российской Федерации, організатором которой была человек, которая владеет величезным арсеналом оружия, мает возможность закладать схроны и организовывать террористические акты по отношению, как больше 30 людей, которые были поставлены за задание организовать 30 терактов. Для чего это делается? Для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Для того, чтобы показать неэффективность владе. И безумов, для того, чтобы убить тех, кого Россия боится наиболее. И я еще раз витаю тебя от щирого сердца, что на сегодняшний день эта операция прошла успешно, и мы не дали им реализовать этот сценарий. Вы знаете, что я дав доручение главе Службы безопасности Украины организовать целодобовую охорону, и вашу, и родину, потому что Господа не заспокоится. И у меня с этого привода нет, как и в тебе. Не имеет никаких иллюзий. Но мы, наконец, научились защищать. Защищать страну. Мы постоянно проговаривали детали, каждые мелочи. Все, работали, работали, работали. И люди работают. И вот они действительно достойны уважения. Я-то, я мелкая сошка, как было сказано этому товарищу в этом списке из 30 человек. Я первый просто мелкая сошка. Оно так и есть. А вот люди действительно работают. Вот за это я хотел бы сказать спасибо. Я хотел бы сказать спасибо Службе безопасности Украины, во-первых, за то, что... Ну и спасли мою жизнь. Но это все-таки не столь важно, как то, что предотвратили более масштабный теракт. Нарушения на украинских дорогах, наконец-то, будут фиксировать около 4 тысяч фото и видеокамер. Об этом сообщили на конференции по безопасности дорожного движения. В Украине ее участники, правоохранители, бизнесмены, международные эксперты ЕС, согласовали трехлетнюю стратегию по усилению мер безопасности дорожного движения. Финансировать нововведение планируется не только из госбюджета, но и за счет водительских штрафов. Проект хотят запустить уже в этом году, сразу после согласования с Верховной Радой Украины. У этой стратегии есть несколько составляющих. В первую очередь работа с правоохранителями, а также повышение безопасности дорог путем их ремонта и модернизации. Ну и, конечно же, самое главное, это донесение информации до населения, что, несомненно, повлияет на безопасность дорожного движения. Это возможно только при совместных усилиях. Полиция сама не справится. Общество должно вмешаться. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова